Виталий, приветствую тебя! Торговая сессия понедельника, наш первый эфир. Мы, как и всегда, с тобой разбираем фундаментально технические и общие рынчатые ситуации и подсказываем, как в моменте можно действовать, что можно использовать для принятия торговых решений, да и, в принципе, по каким инструментам. Тебе большое спасибо, как и всегда, что смог на это время подключиться. Ну что, у нас в целом траектория роста американского фондового рынка, она прям несгибаемая такая. Американская фонда, прилет как заведет. СНП, NASDAQ, Dow Jones, мы с тобой много раз уже рассматривали в целом всю эту секцию, давали напутствие, что только лишь в бай, хотя предупреждали, конечно же, что каждый раз, когда рынок дальше будет переписывать, обновлять локальный максимум, будет параллельно увеличиваться вероятность для коррекционного отката. Но вот при том фоне, который сейчас сложился, я думаю, что какое-то время мы сможем посидеть в розовых очках, скажем так, и без каких-либо проблем смотреть за вот этой восходящей динамикой и можем даже попробовать на этом заработать. Я думаю то, что и СНП, и Dow Jones, и NASDAQ выйдут на новые максимумы. Ну, по СНП мы уже увидели и круглую цифру 4000, даже 4100 пунктов. Вот в моменте, по-моему, даже уже выше находимся, сейчас секундочку. Ну да, 4108 пунктов. По NASDAQ 13800, я так в общих чертах скажу, что думаю, до 14000 мы точно доберемся. По индексу технологических компаний можете присмотреться к нему. И Dow Jones, который 33 570. Здесь мне очень нравятся цели от Citibank, 35000. Я думаю, что промышленный сектор будет проявлять себя также во всей красе. Ну, давайте так демонстрация экрана. Начнем с индекса доллара. Так, момент. Хочется сразу отметить то, что на этой неделе будет несколько важных событий. Прежде всего, важных для доллара, потому что у нас данные по инфляции, которые выйдут завтра, потом в среду будет очередное выступление Джерома, Плаула и в четверг еще рунчатые продажи. По доллару, друзья, я рекомендую все-таки работать, как и раньше, только через короткие позиции. Ранее давал рекомендацию силу лимит 92.50, соответственно, с стоп-лоссом на уровне 92.90 и ожиданиями снижения американской валюты в районе 90 пунктов. Я радею за эту идею, как и раньше, потому что считаю, что последние макроэкономические данные, кампания по вакцинации, обещания Байдена и, в принципе, все усилия, которые делаются для того, чтобы 90% населения получила вакцина, все это будет улучшать экономические реалии американской экономики и способствовать тому, чтобы действительно Штаты тащили вперед всю мировую экономику. Мы, по-моему, с тобой на прошлой неделе обсуждали еще прогноз Международного валютного фонда в целом про мировую экономику и про экономику США. И сейчас каждый чиновник, каждый руководитель центральных банков на куларных встречах, на каких-то совместных мероприятиях, ну, действительно признают тот факт, что США выходят в лидеры роста, и США будут тащить мировую экономику за собой. В таких условиях я все-таки рекомендую работать с риском. Ну, как уже отметил, что интереснее сейчас вкладывать, инвестировать в американский фондовый рынок, ну и не очень-то переживать за то, что что-то может случиться, сродни тому, что мы видели в 2020 году из-за супер-мега-негативных последствий для мировой экономики. Также хочу обратить внимание, что завтрашний отчет по инфляции будет очень важен, поскольку вот лично я строю, опять же, идею слабости доллара и повышенного спроса на золото, например, на инфляционных рисках. В пятницу вышел отчет по индексу цен производителей, это одна из компонентов инфляции, запредельные уровни, многомесячные максимумы. И могу ошибиться, но думаю, что все-таки прав. По росту индекса цен производителей был достигнут новый исторический максимум. Завтра по инфляции я жду тоже мощный скачок и очень рассчитываю на то, что все-таки трейдеры будут интерпретировать рост инфляции не с позиции того, что ФРС обязательно начнет повышать процентные ставки, чтобы ее установить, а вспомнить, что ФРС не будет менять денежную кредитную политику в ближайший год, наверное, чуть больше. И при таких вводных рост инфляции лучше отыгрывать через предсказуемую, логичную и экономическо оправданную слабость национальной валюты. Поэтому по индексу доллара, ну и сделку, в принципе, я транслирую на наш с тобой следующий эфир. В целом смотрю вниз. По фондовому рынку прокомментировал. По европейской валюте сделка сел стоп с уровня 1.1860, стоп-лосс на отметке 1.1910 и жду снижения в район отметки 1.17. Вот в прошлый раз чуть-чуть мы не дотянули. Например, совсем смешное количество пунктов, 4 пункта. У меня цель была 1.17, ну что уж тут поделать. Не сделана цель, так не сделана. Я все-таки, как и раньше в отношении евро, пока что скептик. Как из-за ковидной обстановки. И вот пятничные данные по промышленному производству в Германии. Это февральская статистика. То есть еще до того, как Германия оказалась во власти локдауна. Цифры очень сильно просили. В марте будет еще картина хуже. Я, конечно же, за то, чтобы еврозона наверстала темпы вакцинации, которые характерны для США и для Англии. Но мне кажется, из-за того, что делается ставка на Астрозенеку, им не удастся это сделать в намеченные оговоренные сроки в рамках июня. Поэтому какой-то период проблемной для еврозоны все-таки еще будет. И лучше это использовать для... А можно вопрос? Да-да-да. Я правильно понял? У тебя шорт индекса доллара и шорт евро, правильно? Да-да. А как ты... Я прекрасно понимаю то, что эти инструменты коррелируют между собой. Они практически там 95% или идет корреляция. Да. Ну, корреляция, она просто по движению, а не в процентном эквиваленте. Индекс доллара может пройти гораздо меньше, чем евро-доллар. И наоборот, соответственно. И в обоих случаях это сделки, это отложки. То есть какой-то из этих сценариев, он все-таки сработает первым. И уже от него будем смотреть тогда на последующем эфире. Так, по поводу других идей, по бренду, я все-таки, как и раньше, рекомендую смотреть вверх. 65% это ближайшая цель. И опять же, напоминаю прогноз Международного валютного фонда. Это раз улучшенные все-таки перспективы экономики не только по оценке Международного валютного фонда, но еще и Всемирного банка, ОПЕК и Международного аналитического агентства. Соответственно, даже вот на графике сейчас видно, что локальные чуть-чуть поджимают. Вполне возможно, что нефть сможет пройти наверх. И по фунту еще сделка. Фунт. В прошлый раз у меня был шорт. По 100-посту закрытая сделка. И я повторно зашел с уровнем поддержки. Я рекомендую для тех, кто все-таки вместе со мной смотрит на фунт позитивным образом, хотя по-другому на фунт сейчас смотреть, мне кажется, невозможно, из-за того, что с сегодняшнего дня реализуется следующий этап снятия карантинных ограничений, потом 60% населения вакцинированы, и последние отчеты по строительству, сфере услуг и промышленности на многомесячных максимумах. Короче, по фунту против доллара, если будет еще откат в районе отметки 1.3675, прям совсем будет круто. Поэтому сделка будет 1.36. Ну давай тогда 1.3675 байлимит, стоп-лосс 1.3620, и ждем пару в районе отметки 1.39. Так, слово тебе, Виталий. Так, видно рабочий экран? Да. Ну, у меня в прошлый раз был такой крупный обзор, я прошел около 10 инструментов, я сейчас по всем инструментам дан комментарий, что поменялось, что и как, чтобы было понятно. Итак, по биткоину, в прошлый раз я говорил шор, он, в принципе, локально неплохо отработал, мы отпадали около 2 тысяч долларов, там, 2,5. Также говорил о том варианте, что вот это накопление, которое было, оно, возможно, и было также в лонг, да, возможно, я ошибаюсь, и при пробое 60 тысяч, там, рассматривать покупки. Пока идет, скажем, как бы, локально шорт отработался, глобально не ушли вниз, и сейчас идет реализация какого-то лонга, так скажем, у меня ученик неплохо покупал здесь биткоин, на минимумах вот этих, но, скажем, вышел. С данной сделки очень, конечно, плохо, не успел выдерживать вот эти лонги, такие неплохие. На текущий момент, возможно, будем, как мы видим, пробовать пробивать 60 тысяч сегодня, и на выходных пробовали, возможно, дальше пойдет лонг. Я пока биткоин не торгую. Дальше, по поводу золота-серебра с тобой согласен, по поводу лонгов. По серебру назывался уровень 24,75, выше него покупочки. Мы, в принципе, локально отработали. Дальше, думаю, что лонг сохраняется, что все, что выше этого уровня, пока лонги аналогично, вот если взять золото, здесь тоже назывались еще ранее уровни 1720. Здесь идет какая-то консолидация по золоту. Возможно, мы с текущих будем расти, возможно, еще пониже. Поэтому нужно понимать, что золото еще в какую-то более глубокую коррекцию войдет. Возможно, еще ниже 1720, где-то в район 1700, там плюс-минус, и дальше вверх. Обязательно соблюдать риски, потому что золото, конечно, здесь сильно не купишь большим объемом, большая волатильность. Но пока в средний срок все, что выше вот этих минимумов, 1680, стоит здесь искать точки на покупке. Как по мне, сложно здесь сказать, сформировался до конца коррекция по золоту, она слишком маленькая. Пока вот так за лонг, есть же, скажем, трейдеры, кто нас смотрит, которые там позиционно торгуют, купить золото, они купят там с большим стопом, возможно, большой депозит и так далее. Но пока сложно сказать четко, там вот здесь купить, стоп там небольшой, там 50-100 пунктов, потому что здесь тяжелая ситуация. По нефти, транслировал уже две недели практически шорт, и в прошлый раз говорил за шорт, мы локально отрабатываем, в принципе, неплохо отпадали за две недели. На текущий момент я дальше за шорт по данному инструменту, все-таки ожидаю, что мы как-то до 60 дойдем, возможно, и ниже. Можно пробовать шарпись текущих, ну это бренд 62-70 плюс-минус со стоп-лоссами, в районе, там тоже здесь, конечно, волатильность по нефти, в районе там 64 с копейками стоп-лосс. Можно, конечно, покороче, со стоп-лоссом зайти, попробовать, посмотреть на реакцию вот в районе там 63-50, за сегодняшний хай поставить тот лосс такой небольшой, короткий, хотя он условно короткий, 100 пунктов, текущих, и ожидать падения. Думал также по поводу, вот ты все время транслируешь лонг по нефти, возможно ли он, в принципе, есть здесь момент, такой уровень поддержки достаточно сильный, допустим, лайф и бренд, оно в принципе одинаково. Вот эту зону мы никак не можем закрыться, вот если заметить, там в конце марта мы ее там раз подтвердили минимум, еще там ложную все время тестируем. Это как альтернатива, что логически здесь тоже, вот я тебя понимаю, может быть, с точки зрения техники лонг по данным инструментам. Поэтому нужно осторожно быть так же с шортами, а те, кто верит в лонг по нефти, в принципе, логика есть. Дальше. Вот в прошлый раз я говорил за шорт о, можно шерстить, было австралийский доллар, новозеландский и фунт. Со всех этих инструментов больше всего отпадал фунт-доллар. так красиво, да. На текущий момент я немножко перевернулся, не знаю, правильно или нет, чтобы это не было ошибкой, как, там, две недели назад по золоту, что австралийский доллар и новозеландский доллар возможно покупать сегодня. Конечно, даже не знаю, ну, можно один инструмент попробовать, австралийский доллар купить, цены 0,7615 текущая цена, ну, так скажем, кто будет смотреть в записях, все, что выше сегодняшнего минимума, пятничного минимума, можно покупать со стоп-лоссами в районе, там, приблизительно 0,7580. Там на любой вкус можно покупать или австралийский доллар, или новозеландский доллар, аналогичные параметры, буду что-то одно давать, да, и здесь, возможно, получится какой-то неплохой лонг по данным инструментам. Обязательно ставить стоп-лосс, потому что это такая идея с вероятностью 60%, так как существует, как я уже говорил ранее, может быть 7 минимума, которые были в начале апреля, так как у нас здесь последние полтора месяца среднесрочный нисходящий тренд, мы можем уйти в шорт вот так. Фунт, комментарий на текущую покупку, возможно, здесь есть дивергенция на 90-м премия, возможно, это идет через двойное дно, как золото, как вариант, ну пока здесь сложно сказать, но вариант возможный. По евро-доллару ты поставил на пробой, я пока евро сложно сказать, возможно, будет шорт, как вариант, он может быть только коррекционный, потом мы пойдем в лон, это аналогично, как ты, по индексу доллара, возможно, мы пойдем и обновлять минимум, здесь сложно сказать, нужно уже будет смотреть по факту, еще существует вариант, у меня такой по индексу доллара, что мы можем уйти в лон, как на коррекцию, так и на обновление вот этих максимумов, поэтому здесь такая рискованный вариант, в пунктах немного, купить из текущих 92-25 текущая цена и стоп-лосс поставить за минимум, то есть по 92-25 пунктов, полпроцента или процент риска и рискнуть, возможно, это все коррекция идет по индексу доллара, как вариант, поэтому пока вот так, австралийский доллар на покупку сегодня и индекс доллара можно рискнуть купить, ну и дальше удерживать, так скажем, подокожим, нефть, шорт, пока сложные моменты на текущий момент это вот так. Спасибо тебе, Виталий, как и всегда, за комментарии, ну что, тогда следим, как рынок себя повезет, следующий эфир в среду, подведем итоги, посмотрим, где будет фондовый рынок, ну мне почему-то кажется, фондовый рынок умудрится забраться еще выше, посмотрим на рынок драгоценных металлов, на доллар, напоминаю, что до среды, друзья, будет несколько важных отчетов по штатам, завтра данные по инфляции, а в среду, по-моему, выступление Паула у нас, ну посмотрим, послушаем, что он скажет в этот раз, я думаю, ничего нового не будет, мы все прекрасно знаем, его склонность, приверженность к проведению мягкой экономической политики. Всем хорошей недели, классных торговых сессий, Виталий, тебе тоже, и до встречи в среду, пока. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,